Справу студентов еще называют судом над молодостью. Арестованные 12 листопада 2020 года, 12 человек были осуждены на термены от 2 до 2,5 годов колонии. Все они были признаны политическими изнаволенными. На свидание Маши возили, обычно туда ездят со своей домашней едой и так далее. Все приезжают со своей едой. Маша же сказала, домашнюю еду я буду есть дома. Поэтому на свидание мы ей везли пиццу, суши и KFC. KFC там недалеко от колонии есть. Это вот, может, кому пригодится на заметочку. Я не знаю, почему я так говорю. Это голос Полины, сестры одной из осудженных студенток Маши Колейник. Разом их три сестры, Полина, Ульяна и Маша. Я, Ульяна, младшая, Полина, она старшая, а Маша между нами по возрасту. А это голос Ульяны, младшей сестры. С Полиной и Ульяной мы поговорили за несколько дней до вызволения Маши. А потом я поговорила и с самой Машей, коли она вышла. Вот ее голос. Мне родители на согласование присылали несколько разных видов обуви. В письме я имела выбор. Это был такой, своего рода, шопинг. Так и склався гэтый выпуск подкаста. Еон называется «Трыптих. Сестрынство». И не здарма. Сегодня сестры же споведутся на приклад, как бачились с Машей у колонии. Я не знаю, как описать этот момент, потому что, не знаю, сердце выпрыгивает. И про что они там говорили. Много времени уходило на каждом свидании это рассказывать содержание смешных видео. Это сложно. Да, это очень смешное мемо было, да. Я его потом вышла, пересмотрела. Я к Маше Чакали. Я очень чувствую, с одной стороны, что я пытаюсь скрытать время. С другой стороны, я пытаюсь как будто забыться. То есть вообще пытаться себя максимально отвлечь. Подкаст будет вось про гэта. Не про будни зневоление, а про семью и сестрынство. И вот я не столько чувствовала ревность, ну, такую сестринскую ревность, когда она рассказывала, что она с кем-то там подружилась, с кем-то общается, с кем-то там что-то обсуждает, сколько когда она рассказала, что она там с кем-то ругается, так как мы с ней ругались. И про зону отчасти. Декоративную косметику мне передали просто очень много в СИЗО. Девочки все равно остаются девушками и хотят выглядеть хорошо. И почнем наш расповед. Семья Маши Каленник цикавая, бы она мастацкая. Усе три сестры выучились у Белорусской академии мастацтву. А вот такая специальность была у Маши Каленник. Я училась на факультете дизайна и декоративно-прикладного искусства. Это пространственный дизайн, но не как интерьерный. Это больше был выставочный дизайн. То есть это музеи, выставки, витрины, освещение. Да, то есть какие-то промышленные больше объекты. Ну если вот сравнивать с интерьером и дизайном. Свою адукацию у Белорусской академии мастацтва Маша не скончила за зневоление. А что передавали сестры Маше у зневоления? И какая проблема тут по устое? Кажуть Полина и Ульяна. Казательно многих предметов, например, маркеры, что маркеры должны быть не линеры. То есть многие предметы, они так строго-строго категоризированы. И, например, часто просто могут не принять маркер, потому что на нем может быть написано, например, аквамаркер. Наоборот, наоборот. Короче, там ситуация такая, что, например, в СИЗО можно передавать фломастеры, но нельзя передавать маркеры, лайнеры, цветные гелевые ручки, что там еще не принимали, как эти называются, которые подчеркнут, выделители для текста. То есть вот это все нельзя, фломастера можно. И критериев, почему это не маркер, а фломастер, нет никаких, кроме надписи на самом изделии. И, собственно, если взять, например, маркер и наклеить на него, что это фломастер, то так можно. В этот момент я прошу расповести и саму Машу. Ну, я не знаю, как во всех, но во многих учреждениях, например, если сравнивать Володарку с Гомельским СИЗО, то на Володарке, я не помню, на Володарке, наверное, можно было фломастеры, а в Гомельском нет, либо наоборот. То есть в каком-то из них нельзя было. Вот. И такие правила касаются всех, несмотря на то, что они действуют по одному рекламе, тут у них есть вот эти требования, перечень разрешенных вещей есть неразрешенные. Но при этом с продуктами питания тоже, наверное, такая ерунда была, что можно было, например, сушеную клюкву в Гомельском СИЗО нельзя, а в Володарке можно. Потому что в Гомельском СИЗО они почему-то это аргументировали тем, что из них можно варить брашку. То есть Володарское СИЗО, видимо, не знает о том, что из них можно варить брашку. Ну, да, очень странная спецификация, что у них такие разные правила. А в Гомельской колонии именно можно было фломастеры. А какая разница по межмаркерам и линерам? Линер – это как что-то между фломастером и ручкой. То есть там очень тоненький фетровый наконечник, который дает тонкую линию рисовать, штриховать, но при этом он как бы фломастер, но не совсем. То есть я не знаю, в составах, наверное, разница. А фломастеры очень сильно бумагу, например, разъедают и делают катышки, и наслаивается оно границами. То есть оно очень видно штриховать, если там полностью закатывать. Вот. Наверное, в этом. Там очень много таких моментов из серии. Там обувь не должна быть, ну, с высоким каблуком. Она не должна быть, по-моему, там, блестящей. Она обязательно должна быть черной. И даже если там какая-то зеленая прострочка на ней, Маша очень хотела там типа Мартинса в себе, вот, то такое тоже нельзя. Ну, и очень много таких непонятных. Почему Мартинсы? Мне казалось, они по стилю именно, к форме на одежде больше всего подходят какие-то грубые ботинки. И я думала о том, что Мартинсы достаточно выносливые обувь, но я уже поменяла свое мнение. Почему? Ну, потому что в целом я увидела, что они, оказывается, не такие уж и выносливые. Вот. И что в целом отлично заменили просто другие ботинки похожего дизайна. Вот. Ну, я не знаю, я чувствовала себя просто комфортно в том, когда я понимала, что я ношу обувь, которая мне визуально нравится и в которой мне комфортно. Мне родители на согласование присылали несколько разных видов обуви. В письме я имела выбор. Я просто выбирала варианты, которые мне больше нравятся. То есть они описывали вот здесь мягкая кожа, например. Вот здесь прям подошва хорошая. Вот тут так. Путем таких вот переписок мы выбирали мне обувь. То есть, ну, по факту, как сказать, это был такой своего рода шоппинг. Да, у них там, ну, могут быть, например, категории. То есть это должны быть туфли, обувь, какие-то бутсы. Да, да, да. У нас есть очень интересная история с сандалями. Дело в том, что там требования в колонии – это сандалии с закрытым носком. То есть, как бы, несмотря на то, что сандалии – это должны быть, типа… А, босоножки. У них не сандалии называются, а босоножки. Но они должны быть с достаточно закрытым носком, чтобы они не вызывали там каких-то… Ну, чтобы их могли пропустить. Но при этом они должны быть открытые, чтобы они продолжали называться сандалями. Вот. То есть там есть требования к застежке. И все эти требования, они меняются, короче, периодически. Вот. И очень сложно прямо подобрать обувь, не говоря уже там, чтобы она там подошла по размеру, там еще что-то. Она должна, ну, типа, соответствовать требованиям, которые, ну, очень сложно учесть все. И очень много таких каких-то ограничений, которые странные. Ну, то есть туфли в колонию. Ну, то есть туфли – это ботинки или туфли – это… Ну, то есть там такие, как бы, есть требования, но часто они на усмотрение просто принимающего человека. Чаще сотрудники не принимают на всякий случай, потому что действительно вот эти промежуточные части очень тонкие, поэтому они чаще говорят «нет». Да. Да, то есть, например, там крем для лица можно передавать, крем для тела можно передавать, а, например, там гель для лица нельзя передавать. То есть что еще? Декоративную косметику тоже нельзя передавать. То есть чем тональник отличается от крема для лица? Да, то есть какие-то такие вот вещи. А как умывать тварь? Там, как бы, несколько таких моментов. Во-первых, часть косметики, ну, по крайней мере, что я могу сказать по Маше, часть косметики, она, ну, она прям очень сильно так следит за собой, очень ей это важно, часть ее жизни красится, там вот это все, уход за собой. И она позаботилась об этом заранее, она заранее просила какие-то там декоративную косметику и уходовую косметику еще в СИЗО. В СИЗО правило немножечко помягче в этом плане. Это может брать с собой колонию. Да, и она могла взять с собой часть в колонию. Плюс у них там еще есть магазин, у них там, по-моему, два раза в месяц товар, я боюсь соврать сколько раз. И там она может купить какую-то белорусскую косметику, вот. Но там иногда ничего нету, иногда нету того, что ей надо. Ну, я думаю, она об этом подробнее сможет рассказать. Декоративную косметику мне передали просто очень много в СИЗО, там можно. И я просто с ней въехала. Вот, там действительно очень большие сложности с классификацией продукта, потому что сейчас многим передают косметику, где-то заказывают на зарубежных сайтах или передают из каких-то других иностранных брендов, которых нет у нас. И, естественно, они не имеют русского перевода. И если там не написано русскими буквами, что это крем для чего-либо, они очень любят такое принимать. Мне передали просто корейский SPF-крем, и там не было на русском ничего, но там было на английском. И в целом там просто большой кружочек на упаковке, где написано SPF. Но они очень не хотели его принимать, потому что нету слова крем. Вот. Я не знаю, у них очень сильная разница для них крем или гель. Ну, я не понимаю ее. Ты користалась декоративной косметикой у колонии? Да, регулярно. А чему это важно? Мне хотелось. Вот просто, не знаю, мне помню, у меня была очень такая яркая помада. Сейчас я понимаю, что у меня оттенок немножко не подходит, но мне казалось, что он очень подходит под цвет платья. И, ну, не знаю, мне нравилось сочетать как-то косметику, потому что я могу выбирать, как я сегодня накрашусь. А, прикольно. Колер сукьянки, это про... Там были такие розовые укветочку. Да, вот это? Да. Доброе. А что подходит до синеговатника желтой биркой? Когда уже холодало, я носила красную помаду. Она была не красная, она была такая темно-красная, ближе к кирпичному. Мне казалось, что она неплохо смотрится. У инстаграма Ульяны есть видео, которое называется «Счастливый грустный влог». И он про Ульянину поездку разом с батьками в колонию, как передать передачу. Почему он так называется? Мы с родителями, то есть я, мама и папа, поехали в Гомель. И почему такое название? Потому что одновременно это печальное событие, почему надо ехать. Это очень сложно. Очень много волнения перед этим. Но, с другой стороны, это такое проведение с семьей специфическое, потому что мы тогда успели погулять по Гомелю и как-то провести вместе время с родителями. Вот поэтому у меня вот эта поездка, она как будто разложена на две части, когда мы там что-то ругались с этим милиционером, который не хотел передавать, получать передачу. Ну, точнее, не милиционером, а сотрудником. Вот, и вторая часть, то, что мы туда заехали на меловые карьеры. Да, там погуляли, там, конечно, невероятно красиво. Ну, и еще тоже такой момент, когда едешь передавать передачу, то очень сильно струсуешь, когда уже передача передана, очень сильно отпускает. Это такой какой-то радостный момент, потому что ты чувствуешь небольшую связь, что там помидорки, которые ты купил, они, условно, через несколько часов дойдут до близкого тебе человека, и вот, как бы, почти повидались. Вот, поэтому, ну, как бы, даже передачи, они такие немножечко радостные моменты, ну, насколько это может быть. А из чем были из-под ткани? Якины проходили и усезая у колонии, расповедая Полина. Было несколько свиданий до этапирования в колонию. Вот, это были свидания такие через стекло. И в колонии уже были свидания и краткосрочные, ну, то есть там, где через стекло, и длительное свидание несколько раз было. Вот, кстати, расскажи больше про форму, потому что многим, возможно, как бы, будет удивительно, как это все происходит, как происходит длительное свидание. И краткосрочное, потому что для меня это было, например, неожиданностью, что это как в американских фильмах, но не в таких американских фильмах, где ты заходишь в комнату, и сидит твой близкий человек, и просто там где-то рядом тусит надиратель. А это происходит, как вот в американских фильмах, через стекло по такой тяжелой трубке. Вот, при том, что, ну, я была на таком свидании в СИЗО номер один, в СИЗО четыре и в колонии уже, четвертой колонии в Гомеле. Вот, и во всех трех местах это выглядит, ну, немножечко по-разному. То есть в СИЗО номер один, это прям через стекло такая аутентичная трубка, прям такая чугунная, я не знаю, с чего я ее делаю, но она прям такая тяжелая, рука устает ее держать. Вы общаетесь через стекло, и рядом с тобой обычно сидит еще несколько человек, которые общаются со своими близкими людьми. Это длится, по-моему, если я не ошибаюсь, час. Вот, в СИЗО в Гомеле свидание длится четыре часа, ну, тоже через стекло, но при том, что через двойное стекло. То есть там как бы два стекла на расстоянии, наверное, где-то сантиметров 50, то есть там может пройти человек между стеклами, вот, и вы общаетесь тоже через такую трубку. И свидание длится четыре часа, и за это время нельзя выходить в туалет. Ну, то есть как бы ты, если выходишь, все, свидание прекращается. То есть можно выйти раньше, но как бы тем самым ты прекращаешь свидание. Это касается и подсудимого, ой, подсудимого, это уже... Ну, да. Снеголи. Да, и тех, кто пришел на свидание. В колонии же есть два вида свиданий. Первое – это краткое свидание, это точно такое же общение через стекло. И второй вид свидания – это длительное свидание. В ИК номер четыре длительные свидания бывают на сутки, либо на двое суток. Первое у нас было на двое суток, то есть это... Там есть такой... На территории колонии есть такое что-то вроде домика, гостиницы с комнатами. Свидание надо оплачивать, ну, то есть оплачивается пребывание в этой отеле. Сколько? Если я не ошибаюсь, 21 рубль за сутки, по-моему, или 11, не могу потом это уточнить. Там с кормлением, твои завтраки? Не-не-не-не-не, там включено только, ну, как бы, само помещение, две койки, такие одноместные, ну, то есть они очень узенькие даже, ну, такие они по ширине, наверное, как полка в поезде в плацкарте. Независимо от того, сколько людей приходит на свидание, то есть можно прийти всем табором, но кровати все равно будет две. Вот, также там выдается какая-то там, ну, постельное белье там выдается, посуда какая-то выдается, вот. Ну, и, в общем-то, там есть отдельная такая кухонька общая, типа как в общаге, с несколькими плитами, холодильником и так далее. А вот, ну, и душ, туалет, это в отдельном здании, вот. Ну, и, как бы, приходишь со своей едой, со своими какими-то там мыльно-рыльными принадлежностями и прочим, и живешь там сутки или двое, в зависимости от того, сколько тебе разрешили. И я приезжала, то есть я, родители, плюс Маша, это были четыре человека, которые, ну, вот, как бы, должны были размещаться на двух кроватях. Ну, як это? Ну, с учетом того, что свидание нам давалось на одни сутки, то мы почти не спали, то есть прям сутки почти не спали, ну, и там, как бы, родители какое-то время там досыпали, ну, вообще по два человека на кровати. А можете вспомнить гетое мгнение с устречой с Машей, это Бог неведовый, вас привозить в этот домик, а потом привозить Машу, те, которые бывают? Да, да, то есть там проходит как? Сначала там всякая бумажная штука, типа, там, какие-то разрешения получить, пропуски, что-то такое, вот, сверка документов, постоянные какие-то выяснения, какие документы нужны, какие не нужны, вот. Вот, потом, в общем-то, заводят в колонию, ну, то есть идешь ты со всеми чемоданами еды, каких-то там принадлежностей и так далее, ну, такой минимальный обыск, потом заводят в этот домик, там распределяют комнаты, ну, какой семье, какую комнату, дальше вы заходите и обыскивают все вещи, которые вы принесли, ну, в том числе, как бы, комнату. И я так понимаю, что в этот момент обыскивают заключенных, и только после того, как уже все комнаты пройдены, все комнаты обыщены, обысканы, просмотрены, заводят уже заключенных, ну, вот как-то так. А помните, что она вот когда-то пришла? Я помню, что это было очень неожиданно, потому что, ну, когда там проходил обыск, там вот так вот все из сумок подоставали, все это разложено было, там комнатка очень маленькая, она, ну, я не знаю, типа там где-то метра два на четыре-пять метров, то есть она очень маленькая. И там куча вот этих вот всех вещей, мы еще не продукты не разложили, и вдруг заходит Маша, и, ну, мы, во-первых, не ожидали ее в этот момент увидеть, вот, что она так внезапно зайдет, то есть я думала, нас как-то там предупредят или что-то такое. Я не знаю, как описать этот момент, потому что, не знаю, сердце выпрыгивает в этот момент, то есть это какое-то и такое непередаваемое волнение, и спор какой-то все вместе. Да, это было первое свидание, я тогда очень сильно нервничала, и там было очень все сложно, потому что мне сказали, что, ну, будут сутки без выноса, и я, ну, на это и настраивалась, то есть я понимала, что, ну, мне все говорили, что это очень мало времени, что тяжело, вот, и когда я пришла, просто они были отвернуты от меня, потому что они перебирали вещи после обыска, вот. А потом, ну, вот, они поворачиваются, и я стою, ну, я смогла просто, нас, видимо, мы как-то очень быстро расправились там тоже со своим личным обыском, и попали быстро в комнату, и вот, да. Памятность, как была пранута и выглядала Маша? Да. На первое свидание у нас состоялось в феврале, и зимой она, во-первых, была в таком ярко-синем ватнике с желтой биркой, вот. Вот. Это такое первое, что бросилось в глаза, он такой неестественно большой, очень тяжелый, а под ватником, ну, они и зимой, и летом обязаны носить юбки, то есть независимо от погоды. У них такая, типа, как пиджак цвета хаки, и юбка-карандаш ниже колена, но девочки все равно остаются девушками, и хотят выглядеть хорошо, и много кто там подшивает как-то по фигуре, и так далее. Ну, и, в общем-то, не знаю, может, там размеры еще как-то отличаются. Вот. А летом у них у всех розовые платья. Цветочек? Да. То есть мелкий цветочек. Нежно-розовое платье, мелкий цветочек. Такое платье-халат. И платок. Ты помендаешь про что вы говорили? Я помню, как я, наверное, впервые за все это время прям ревела. Да. А так, я не помню, про что он говорил. Наверное, политику обсуждали. На первом свидании она очень много рассказывала про свою жизнь в СИЗО, потому что это была та информация, которая до нас никаким образом не могла дойти все это время. То есть наш год провела почти в СИЗО. Как проходил этап, она очень много рассказывала. Ну, а так, в основном, какие-то такие совсем обычные вещи про фильмы, про книги, про косметику. Про мемы. Много времени уходило на каждом свидании это рассказывать содержание смешных видео. Это сложно. Ну, да, то есть, как бы... А можно приклад? Ну, там пока тряплялся человек сидит в колонии, без интернета, конечно. И он выпадает из этой мемной истории. Да, да, да. То есть, помимо того, что надо описать сам мем, надо еще объяснить контекст. Ну, я могу пример привести. Наверняка ты видела видео там, где военный ВСУ, ну, у него задают вопрос про Херсон. И он начинает... Ну, такой, типа, говорит, я не знаю, что там по Херсону, не могу вам дать такую информацию, но начинает есть арбуз. Само видео, оно очень короткое. То есть, это там буквально даже меньше минуты. Но рассказать контекст, рассказать, где находится Херсон, потому что, ну, тоже человек, который там сидит два года вообще там, ну, как бы был в Украине, но как это расположение там географическое городов плохо себе представляет. Это все уходит на это время, чтобы рассказать, объяснить. Объяснить, почему это смешно. Опять же, как бы, тоже такие вещи. В память стоишь такое? Да. Да. Это очень смешное мем было, да. Я его потом вышла, пересмотрела. Да. Да, он мне очень понравился. Я помню, был еще мем про четыре точки. Про то, что Лукашенко знала, откуда катается нападение. Да, и что он мог показать карты. И вот мне это все пересказывали. И я прям старалась максимально визуализировать, как на это накладывают какие-то треки, биты. Ну, это очень смешно было, да. Я их потом рассказывала другим. Да. На свидание Маше возили, ну, обычно туда ездят со своей домашней едой, там и так далее. Все приезжают со своей едой. Вот. Маша же сказала, домашнюю еду я буду есть дома. Поэтому на свидание мы ей везли пиццу, суши и KFC. У нас прям каждый раз был один и тот же маршрут, что пиццу мы заказывали в Минске. Суши тоже в Минске, ну, в проверенных местах. А KFC там недалеко от колонии есть. Это вот, может, кому пригодится на заметочку. Я не знаю, почему я так говорю. Я не хотела просто, чтобы мой организм как-то привыкал к хорошему. Быстро привыкаешь очень. И я очень боялась, что мой организм привыкнет к нормальной домашней еде. К такой, мне кажется, ее можно назвать здоровой, когда это отварные какие-то овощи. Ну, то есть, это еда более полезная, чем та, которую давали. Я очень боялась, что у меня организм, во-первых, отторгнутый, что будет как с непривычки. Либо, что мне потом будет тяжелее есть именно колонийскую еду. Для меня домашняя еда – это оливье. Это когда папа готовит мясо. Или это плов фруктовый. Ну, то есть, много таких блюд каких-то именно, которые мои любимые именно у меня в моей семье. Ну, я предпочла фастфуд, потому что мы в целом им не питаемся постоянно. Мы питаемся им иногда. И в целом вот эта периодичность меня устраивала. То есть, раз в 3-4 месяца поесть фастфуда. Ну, не в 3-4, там, больше. Но это, как сказать, не нужно было сильно перестраивать организм, потому что фастфуд не такой же полезный. Мы разговариваем 27 листопада. 30 листопада Мария выходит с колонии. Ее термин «Скончается». Как вы отчуваете зараз себе? Я очень сильно волнуюсь. Но я на антидепрессантах. Поэтому это очень тревожный такой момент. Потому что за 2 года я очень много чего отложила на этот период. Много чего себе не разрешала, допустим, до домашнего освобождения. И сейчас я ощущаю какую-то такую очень серьезную ответственность на этот счет. А может поделиться что-то откладывала? Не знаю, какую-то радость, наверное. Какую-то такую. Часто, на самом деле, когда я что-то делаю, что приносит удовольствие, я не могу насладиться этим в полной мере, потому что я понимаю, что Маша в других условиях. Ну, и не имеет доступа к каким-то простым вещам. Иногда это очень ярко ощущается. Иногда не настолько ярко. Но это всегда висит где-то вот, остается каким-то таким тяжелым чувством, которое не отпускает. Со временем к этому чувству привыкаешь. Ну, и вот сейчас такая дата, которую мы ждали очень долго. И чувствуется очень серьезная ответственность по отношению к Маше. Потому что, наверное, сейчас ей наша поддержка нужна будет сильнее всего. Даже, возможно, сильнее, чем когда она находилась там. И это очень сильно, ну, очень волнительно. Мы с Полиной, на самом деле, у нас был разговор. И очень удивительные вещи, да, происходят, там, не знаю, с самоощущением. Потому что мы, безусловно, ждем этого момента. Но это стало таким отложенным, важным моментом, что начался такой мандраж, что уже как будто страшное. И вот это вот страшно очень похоже на ощущение «не хочется» изменений. И мы обсуждали, что, вот знаете, когда переезжаешь, и в последний день хочется вот остаться на этой, ну, в этой квартире, никуда не ехать, все, все. Ничего не менять. Ничего не менять. И не хочется переступать вот этот вот момент. Ну, вот, например, как у меня сейчас происходит, что я очень чувствую, с одной стороны, что я пытаюсь скоротать время. С другой стороны, я пытаюсь как будто забыться, то есть вообще пытаться себя максимально отвлечь. Вот этот месяц очень быстро пролетел, потому что, не знаю, половину проспала, половину просто в делах себя закопала, чтобы, не знаю, не чувствовать в полной мере. Вот. И, да, мне кажется, очень много страха появилось, потому что, чем дата ближе, тем больше осознание, что все изменится, все уже изменилось, и все, ну, очень много изменений, к которым я не готова. Очень много сложностей еще предстоит, потому что, мне кажется, на Машином освобождении ничего не заканчивается, и сложности достаточно серьезные, они продолжатся для Маши и для нашей семьи. что, ну, я не представляю, что там Маша выйдет, и все сразу зацветет красками, потому что, ну, как бы тело привыкает, как минимум, к вот этому состоянию, не знаю, вины или там отложенности вот этих эмоций, что вот даже образ жизни, да, то есть там, ну, мы с мамой, например, обсуждали, она очень много спит, и вот это вот состояние, что она пытается много спать, ну, как раз таки от того, что она ждет, в ожидании находится. И мы вот обсуждали. Скорее всего, Маша выйдет, а мама на тело привыкла к вот этому вот ожиданию, к вот этой, ну, например, к ее образу жизни, что она там, например, много спит. Вот условно. Это я, конечно, так обобщила, достаточно грубо. Ну, я за месяц, за два я стала, мне кажется, очень агрессивной какой-то, то я стала очень остро воспринимать некоторые вещи, и стало легче выходить на конфликт, потому что мне очень сложно было свыкнуться с той мыслью, что вот, ну, что я скоро, возможно, увижу родителей, семью и сестер, и что я буду на свободе. Вот. И эта мысль, она перекрещивалась мыслями о том, что я могу выйти и понадеяться, и сесть обратно в автозак и уехать заново. Вот. И оно вызывало во мне очень сильные эмоции, которые, ну, я не знала, куда девать, поэтому я иногда очень могла резко ответить, если какой-то конфликт. Да, и пару раз было серьезненько так. Вот. А я сам час, и он, вот, опошли месяц, и он, может быть, замедлялся, поскарался, тьё есть такое? На работе было однозначно сложно, потому что, когда человек освобождается, часть его работы начинает распределять по другим людям, которые, как бы, ещё будут тут какое-то время отбывать срок, и ты просто остаёшься без процесса. Ну, по крайней мере, у меня так было, и я видела, что у других людей иногда, то есть это не всегда так, но зачастую. И я старалась, спрашивала какую-то дайте мне работу, потом я подумала, зачем мне это, и я потом, наоборот, отказывалась от работы, ну, то есть я выполняла в таком темпе, чтобы мне было комфортно, я никуда не торопилась, я стала больше так где-то рисовать, где-то там подходить к кому-нибудь поговорить, там, или ещё что-нибудь, то есть я старалась отвлекаться уже именно не на работу, а на какие-то более отвлечённые темы. Ну, время начинает тянуться очень сильно, поэтому, ну, мне было важно что-то в это время делать, но я не могла себя заставить, и я уже, наверное, стала меньше намного отвечать на письма, у меня уже такое было, режим энергосбережения, я вот всё копила, я очень много просто могла сидеть и просто думать, вот, визуализировать всё это у себя в голове, и там, то есть у меня на такие самокопания какие-то, на внутренние какие-то мысли, у меня уходило много времени, поэтому в целом я, наверное, вот так два месяца и пробыла. Ну, для меня, вот, например, ощущение вот от Машиного освобождения, это вот как перед свадьбой, ну, я, мне кажется, я перед своей свадьбой так не готовилась, так не переживала, потому что, во-первых, ну, как бы, ну, Ульяна в меньшей степени, но вот у меня, например, сейчас много хлопот там, типа, связанных с тем, чтобы поехать в Минск, там, заказать там какие-то цветы, там, и так далее, добраться, какая-то там логистика, с её друзьями договориться тоже, которые хотят её встретить, с этим тоже как бы там есть такое условие, что возле колонии нельзя будет встречать, то есть это тоже надо как-то сделать аккуратно, и очень много таких каких-то хлопот, но за счёт того, что ты воспринимаешь момент слишком ответственно, ты к моменту относишься более ответственно, и эти хлопоты превращаются в очень большие хлопоты, то есть я на свою свадьбу не так выбирала букет, как Маше на то, чтобы её встретить, при том, что, ну, я понимаю, что, скорее всего, она не сильно там этот букет и заметит, и так далее, но это кажется, ну, для меня чересчур важным. Тебе памятаешь ты букет? Да, я помню, что он был очень огромный, ну, у меня есть фотография, вот, и он мне в целом как бы и визуально нравился, и мне было очень приятно, ну, да. Это были гвоздики разных цветов, ну, таких преобладающих, там, розовый, какой-то фиолетовый, по-моему, белый ещё были, в очень красивой бумаге тоже, в розовой, такой, в пастельных тонах розовая и такая сиреневая. И совсем непонятно, что будет потом, после освобождения, потому что ты, несмотря на то, что я с ней виделась на свиданиях, я всё равно плохо себе представляю, каким человеком она выйдет. Ну, не в плане, там, плохого, что она, я не знаю, а в плане, что её будет волновать, как она будет себя чувствовать и так далее, насколько она там травмирована, что ей будет надо. Мне кажется, ты делилась уже мыслью о том, что Машу в каких-то чертах уже не узнать, что она, правда, успела поменяться за этот короткий период, да, и в этих коротких встречах уже, ну, проявились какие-то отличия. Ну, и оно, это сложно иногда, наверное, принимать сразу же, потому что как-то это те вещи, которые не проходят плавно и незаметно, а это такие, ну, как бы резкие, наверное, изменения, пока не общаешься с человеком. Да, я хотела проснить, что встречать, поедет Полина, и остаюсь в Вильнюсе. И с соображением безопасности. Да, что мы решили, что это... Это в том числе Машина решение. Да, Маша попросила, чтобы я её не встречала, вот, и что, мне кажется, на фоне этого мы с Полиной тоже разные ощущения переживаем, потому что у Полины очень много технических каких-то задач, а у меня вот как-то... Просто ждать. Просто как-то это всё прожить, вот это вот ожидание. И я понимаю, что, ну, например, со мной я не первая, кто узнаю, не первая, кто узнает, как это всё выглядело, и, ну, не знаю, как сформулировать. Что как будто надо очень много терпения запастись на вот эти вот дни. Да, при том, что такой момент, что до задержания Маша с Ульяной жили вместе. То есть они, наверное, даже в чём-то ближе. И на этот счёт вот я хотела сказать по поводу того, что вот она изменилась. Ну, как бы у неё там появились люди, с которыми она близка. То есть у неё там появились друзья, подруги, которые на эти два года были ближе, чем мы. И вот я не столько чувствовала ревность, ну, такую сестринскую ревность, когда она рассказывала, что она с кем-то там подружилась, с кем-то общается, с кем-то там что-то обсуждает, сколько когда она рассказала, что она там с кем-то ругается, так как мы с ней ругались. Вот, я тогда начала испытывать такую вот прям ревность. Я понимаю, что за эти два года у неё появились люди, которые гораздо ближе, с которыми она прошла гораздо более какие-то серьёзные, не знаю, там, трудности, чем, допустим, со мной. Вот, и это тоже как-то так тяжело, и для меня это как-то страшно. Что было после вызволения? Стала ты иншим человеком? Да. Я сейчас... Я воспринимаю эту вот жизнь как жизнь до и после. То есть это такой момент какого-то перерождения, потому что я вышла оттуда совершенно уже другими мыслями, и я по-другому стала воспринимать мир, людей. Ну, всё. Начала по-другому воспринимать. Поэтому, да. А в плане характера всё это изменилось? Я не знаю, что из этого назвать характером, но у меня сейчас на какие-либо вещи иногда другая реакция, то есть не такая, какая была до. Особенно если это касается, там, Белоруссии, политзаключённых, ну, вот все истории. Я, мне кажется, сейчас стала более остро воспринимать эту тему, и для меня она теперь более личная стала. Поэтому... Если раньше я, наверное, смотрела через какую-то призму наблюдателя, то сейчас я воспринимаю всё это как участника. А чему ты выросла, погодила себя поудельничать в подкасте? Потому что мне нравится сама идея подкаста. Вот. И я подумала, что, ну, раз мы и сёстры уже поучаствовали, то я в целом могу. Ну, я это воспринимаю как какой-то триптих, как картину художественную. Вот, поэтому... Да, ну, триптих мне нравится больше, чем диптих, поэтому я... Да, наверное, так. На этом наш выпуск подкаста скончается. Спадзиусе, вам ён спадабаўся. А калі так, то дзялітеся ім з іншымі, але адбайте прабяспеку, калі вы в Беларусі. І на этом я з вами разовідуваюся. З вами была Катя Рына. І памятайте пра сваю сям'ю. Попробуваме. 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 Продолжение следует...